Радужная оболочка отсутствует, глаза слегка разбегаются в стороны. У семилетней Вари редкое врожденное заболевание органов зрения, а не ридия. Диагноз девочки поставили в два месяца при медицинском осмотре. Два месяца, получается, нам поставили этот диагноз, то есть когда Варя исполнилась два месяца, при осмотре. То есть до этого ничего особо не настораживало врачей, потому как это достаточно редкое заболевание. Действительно не все врачи даже об этом знают, поэтому их особо это не насторожило. Отсутствие радужки диагностируют у одного пациента из 50 тысяч. Настолько редкая патология. Как лечить, наблюдать пациента с аниридией? У барнаульских офтальмологов опыта было немного. Мы в отчаянии зашли в интернет, посмотреть, что это. Информации было. Ну, как бы она была, но мы достаточно, как мы же такие все возбужденные были. И нам открылся сайт, аниридия.ру, собственно. И вот так мы познакомились с организацией «Радужка». То есть нам сразу на помощь Галина пришла, наша Николаевна, президент этой организации. И, собственно, она нас координировала, что делать нам дальше. Потому что человек в таком состоянии, мама в таком состоянии. Ну, это, как сказать, растеряно. И вообще ты не знаешь, что делать. Стабилизировать заболевания и в целом сохранить зрение помогли московские офтальмологи. Варя с мамой ездили к ним на осмотры. Сегодня ехать никуда не нужно. Доктора, специализирующиеся по редким заболеваниям органов зрения, бесплатно проводят благотворительные консультации в российских регионах. С 2021 года наши доктора при поддержке фонда президентских грантов выезжают в удаленные регионы Российской Федерации для проведения благотворительных приемов пациентов с редкими заболеваниями и обучения докторов тактики и методам их наблюдения, диагностики, профилактики осложнений, лечения. Когда мы сделали запрос по регионам на 2023 год, в числе самых активных первых откликнувшихся был, конечно же, Барнаул. Благотворительные осмотры московские врачи-офтальмологи уже провели в Казани, Челябинске, Омске, Новосибирске и многих других городах. Сегодня осматривают алтайских детей на базе Барнаульского центра коррекции зрения «Линзочки». Клиника оснащена необходимым оборудованием и может гордиться докторами, которые изучили методику и тактику работы с редкими заболеваниями. Мы благодарим московских коллег за бесценный опыт и за возможность внести в свою лепту улучшение качества жизни инвалидов по зрению Алтайского края. Часто заболевания носят синдромальный характер. И тут еще очень важно не только оказать необходимую офтальмологическую помощь, но и вовремя среагировать на другие проявления этих синдромов и маршрутизировать данных пациентов другим специалистам, чтобы не пропустить серьезные осложнения, которые в целом характеризуют эти синдромы. В Алтайском крае зарегистрировано 17 человек с редкими заболеваниями органов зрения – аниридией, альбинизмом, вагросиндромом. Последняя патология встречается один случай на миллион человек. Но эти единичные пациенты имеют право на то, чтобы видеть мир во всех красках. Московские специалисты-офтальмологи надеются, что в будущем Центр коррекции зрения, где сегодня проходят бесплатные осмотры, станет референсным центром в регионе для пациентов с редкими генетическими заболеваниями органов зрения. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.